Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. Недавно я сняла вам о том, как я крашу свои бровки. И сегодня я хочу вам рассказать, как делать макияж и красить тень на нависшее веко. Как заметили, я вообще, кстати, никогда не думала, что у меня. Думаю, у меня классические глазки, как нужно. А потом заметила, что у меня, оказывается, нависшее веко. Вот, и что определенный макияж, допустим, ну, если я не делаю свою технику для вытягивания глаза, да, чтобы раскрыть, да, и чтобы этот нависшее веко не бросалось так во глаза, прям, что оно нависло. Если бы я этого не применяла, было бы вообще некрасиво. Недавно я делала новый макияж и забыла применить свою технику. Просто сделала стрелочки, подводочку, там тени накрасила на другие места, в общем, совсем. И сняла для вас видео. И смотрю на себя видео, думаю, господи, что это такое? Я забыла применить свою технику, ужас! И это было очень некрасиво, что я даже не выложила это видео, не помню, на какую тему. Я потом пересняла все. Вот, и сейчас я хочу вам показать, что я делаю для своего нависшего века, и почему мои глазки всегда такие красивые. Итак, я буду использовать палеточку, американскую свою. Вы можете использовать любую другую палеточку. Мы будем использовать несколько цветов. Это белый, это коричневый. Сейчас дневной макияж сделаю светло-коричневый. Вообще, я все время пользуюсь коричневыми тенями, да, русые, блондинки, как бы, коричневые в основном. И на подвижное веко мы возьмем немножечко с блесточками, такой как бы, с отблеском. Тоже такой он, бежевый. Первое, что мы сделаем, мы нанесем тени на все подвижное и неподвижное веко, белые. Чтобы лучше ложились тени, чтобы они не складывались у нас, не прилипали после тонального времени. Дальше я беру наш темный, самый темный цвет, который мы собираемся красить, и вывожу свой глазик. Как я это делаю? Я нахожу самую высшую точку на глазе. То есть, вот, ну, на самом глазе, да, вот она получается у нас вот здесь, на открытом глазике. Видите, да? И просто веду ровную линию. Вот так вот. Визуально я глазик вытягиваю, видите? Потом спускаюсь вниз, до краешка глазика своего. Получился вот такой треугольничек, видите? Теперь нам нужно его закрасить. То есть, вот мы его соединяем. Вот этот треугольничек мы закрашиваем. Визуально мы вытянули глазик, видите? Вот такую технику я применяю для новейшего века. Ну, если делать очень темный какой-то макияж, то же самое. Самым темным цветом я делаю здесь. И делаю то же самое здесь. То есть, это у нас идет, как бы, вторая точка, да? Это вот как на открытом глазе, да, мы ее видим. Также и на закрытом глазе вот эта вот складочка, да? То есть, это высшая точка вот этой складочки. Это первый наш уголочек. Второй уголочек, это само века идет, тоже высшая точка. И точно так же вот отсюда мы ведем сюда. Ну, сейчас можно это не применять на день. Это если какой-то, ну, стрелочку, может, мы рисуем, или темный макияж какой-то делаем на вечер. То есть, здесь вот он треугольничек, получается, еще один. Вот из этого пространства. Видите? Но на день я этого не делаю, на день я применяю только вот наверх. Все, то же самое делаю с другой стороны. Его можно растушевать так, чтобы не было видно прям таких острых уголков. Можно оставить острые уголки. Ну, когда вы делаете дневной макияж, это не особо сильно заметно, поэтому я растушевываю так. Не особо сильно стараюсь. Также я этот цвет наношу вот с этой стороны. Немножечко подвожу глазик. То есть, самое основное в этой технике мы закончили. То есть, мы вытягиваем наш глазик с помощью теней и делаем вот такой вот уголочек. Надеюсь, одинаково. Все время я крашу. Все время у меня по-разному. Я потом посмотрю видео и думаю, блин. Потому что я туда-туда-сюда смотрю, и мне неудобненько. И потом я беру в подвижную складку, в подвижное веко, я накладываю просто любой цвет, который мне нравится, который будет оттенять. Сегодня я сделаю вот такой вот беж золотистый немножечко. Он не очень яркий, он дневной. На все подвижное веко. И соединяю с нашей стрелочкой вот здесь. Из теней темных. Можно немножко нанести его же вниз под веко. Также белые тени я наношу под бровь. Можно с блесточками немножечко, можно без блесточек. Кому как нравится. Здесь между бровью покрашенной и стрелочкой можно нанести персиковый цвет. Я иногда наношу персиковый румяный. Они больше углубляют взгляд такой. Ну, когда нет времени, я этого не делаю. Не принципиально. То есть это для такого супер-мега-макияжа. Я уже стараюсь. И дальше беленький в уголке глаз. Можно с блеском, даже лучше, наверное, с блеском. Для того, чтобы глазик более такой... Заярчил у нас. Ну, сейчас я матовую кладу. Мне так хочется. Все, завершаем все это мы тушью. Тушь я сейчас на лето использую зеленую. Искала бирюзовую. Какой-нибудь синий как-то уже не очень. А вот бирюзовую нравится. Диваж. Макси. 90-60-90. Она вот такая зеленая. Единственное, что в ней неудобно, это огромные кисточки. Вот такой вот у нас получился макияж для новейшего века. Как видите, глазик вытянутый. Не сильно броский макияж дневной. И при этом, на мой взгляд, очень хороший. Если мое видео было полезным и интересным, обязательно ставьте лайк. Задавайте вопросы в комментариях. С вами была Селена Свей. И мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok